О, здорово! Часто видосы с моего канала смотришь, а вот ты на них кликаешь, кликаешь, да? А у тебя подписка стоит? А колокольчик? А вот там дополнительная эта фигня про уведомления? А лайки ты оставляешь с комментами? Вот думал я там буду ждать середины видоса, чтобы докопаться? Нет, вот прям в начале! Прочитал! Записывайтесь на курсы, как не писать вступление, но все равно начинать ролики. Сегодня про альбом Сида и Петера Мартича. Здрасте, вы на канале Сейна. Колокольчики, правда, нужны, и досмотрите ролик до конца, пожалуйста. Довольно психологических эксцессов, довольно самобичеваний и самокопаний. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро! Так, теперь внимание для всех, кто интересуется образованием в сфере кино и собирается поступать на режиссуру. Вы знаете, что с кинообразованием у нас в стране не сказать, что все очень хорошо. А по сути есть всего два вуза, в которые все целятся, и конкурс там из разряда 700 человек на 20 мест. И это не абстрактные, а реальные цифры. Больше половины тех, кто поступают, не проходят даже отбор творческой папки. А еще половина слетает на первом туре. У всех куча вопросов. Как, что составлять? Что вообще надо этим людям в комиссии? Как должна выглядеть эта самая папка? И еще огромное количество организационных моментов, которые очень тяжко вывести самому. Благо есть люди, которые с этим помогают. Я уже рассказывал про курсы, которые помогают поступить на режиссуру от моей подруги Ани Волконской. И в прошлый раз очень многие из вас на них записались и даже поступили. Сейчас стартовал новый набор на онлайн-курс «Пятимесячный практикум». Там вы посмотрите и подробно разберете более 30 фильмов мировой отечественной классики. Вам расскажут о главных течениях в кинематографе, живописи, скульптуре, канонах драматургии и фотокомпозиции. Как написать сценарий короткого метра, как анализировать фильмы и множество лайфхаков, которые помогут вам от ребят, которые сами со всем этим столкнулись, успешно прошли и на самом деле знают, о чем они говорят. В прошлом году все, типа абсолютно все подготовленные в рамках курса творческие папки прошли отбор, а половина абитуриентов смогли пройти все испытания и успешно поступили. Поэтому, чтобы не терять лишний год, а то и больше на перепоступление, рекомендую вам переходить по ссылке в описании, записываться на курсы и получать достойное образование. Не знаю, ждали вы этого или нет, но Сид вернулся. Тот самый Сидоджи Дубащит. Если вы не знаете в подробностях, то наверняка хотя бы где-то видели вот этих вот двух чуваков в масках, которые в свое время наделали очень много шума. Два чувака, которые и так занимались музыкой, по угару записали несколько видосов со своим нарочито бредовым и грязным рэпованием в тупейших масках. Это сначала понравилось их друганам, после этого они выложили это в интернет и опять же это была просто, ну совершенно шутка, но она начала разлетаться. Это репостнул Мирон на пике своего хайпа, когда он мог что угодно упомянуть и это становилось хитом. Собственно так случилось и с Сидорэмом и чуваки как будто смогли правильно распорядиться, пришедший к ним популярностью. Длинная и стебная Сидоджи Дубащит и Грязный Рамирос сократили до лаконичного Сидорэм. Ровно так же прокачался саунд, прокачались скиллы самих чуваков и альбом за альбомом планка росла и казалось, что Сидорэм будут рвать, рвать и рвать, но оказалось, что на исполнителей слишком давит фриканский образ, ну и в музыке было слышно, что они все больше делают для того, чтобы казаться в первую очередь серьезными исполнителями, а не фриками. Эта история уже много раз пересказывалась в интернетах и даже на моем канале, но вот по всей видимости у Сидоджи творческие амбиции были направлены совсем в другую сторону, у Рамироса немного в другую, в итоге коллектив прекратил свое существование, выпустив последний вроде бы альбом Рептайл, который кстати был довольно-таки крутой по-моему. Сидоджи под своим псевдонимом очень долго не появлялся вообще, а Рамирос оставил себе псевдоним Рэм и начал делать ну все-таки другую музыку, то есть сама как будто сам каркас вот этой вот агрессивной читки и в принципе напористого резкого чувака он остался, но при этом сам музон стал ну гораздо более обычным рэпом. Эта тенденция прослеживалась и в самих релизах Сида и Рэма, что там начинали они с абортиков сугроб, а на последнем релизе очень сложно вообще понять, что имеет с собой в виду название какой-либо песни. Это либо отсылка к чему-то, либо какие-то скрещенные английские слова, и то же самое случилось и с самими песнями. Самым, наверное, громким хитом и вот настоящим выстрелом Сида и Рэма как исполнителей была песня Джин Грей, и она вот целиком состоит из какой-то непонятной речитативной поебистики. Я вообще кроме матов и что еще я услышала Джин Грей и еще что чья-то жена хочет детей. Все, я больше ничего там не поняла. Собственно, в этом стаили непонятные речитативные поебистики. Ребята и продолжали существовать, становилось все меньше там вот этой вот грязи, безусловно оставались какие-то характерные черты, но большая часть текста была все-таки посвящена мощному флоу, чем веселой текстулечке. Я в свое время обозревал альбом Рэма Магнитюд, и мне тогда это и не понравилось, что я ждал вот того Рамироса, а в итоге этот Рамирос, то есть не сказать, что он плохо читает, или не сказать, что это его новый альбом условно менее качественный, менее интересный, менее идейный, чем предыдущие, но его этот альбом это просто русский рэп. Потому что это просто чувак, который, да, своеобразный, у него там своеобразное звучание, ну как и у многих в русском рэпе, но он интересно там делает фич по музлу, как и многие в русском рэпе, но тем не менее содержание и в общем сумма, это обыкновенный русский рэп. Собственно, сейчас это и делает Рамирос. Я в данном случае не вкладываю никакого отрицательного контекста в выражение обычный русский рэп, потому что Рамирос весьма и весьма успешен, он активно выступает, у него теперь есть своя отдельная фанатская база, которая ходит именно на его новые песни, он при этом, судя по всему, уже совершенно не нагружен образом фрика, ему это на голову не давит, он делает то, что хочет, у него все хорошо и суперски. Но вот к тому грязному Рамиросу это имеет довольно малое отношение. И казалось, что с историей Сидорема все уже решено и понятно, что один вообще попытался максимально абстрагироваться от этого образа и вот даже не ассоциироваться с ним, а другой взял, переворочил его под то, как ему комфортно и сколотил успешную карьеру. Но тут, сначала на семнашке, а теперь и полноценным альбомом объявляется Сидоджи Дубащит. Чистый, дистиллированный, как бы такой, как мы ждали. И казалось бы, все в этом релизе такое, как мечтали фанаты. То есть тот же Сид вроде бы, но еще более разъебный, который еще больше поработал над битами, который еще ярче стелет свои вот эти вот порты, у которого еще разъебней баз. И вот я, как старый фанат Сидорема, должен был обрадоваться этому релизу. И когда я его увидел, честно обрадовался. Да и когда слушал альбом, тоже я включаю треки и слышу, насколько это качественно сделано, и такой, о, охереть. Но проблема в том, что я послушал этот альбом и тут же его забыл. Потом послушал второй раз и снова ничего в голове не осело. И потом, покопавшись в интернетах, я заметил, что о нем почти никто ничего и не говорит. Им восторгаются в тематических пабликах, то есть там, где как раз любят, ну, другой свежий русский рэп, да. И здесь люди отдают дань уважения уровню и скила самого Сида и уровню самого релиза. Там качество просто музыки в нем, но какого-то обсуждения и резонанса релиз не вызывает. Чтобы не нести тяжелую бренную ношу ответа на вопрос, как же так, я пригласил в качестве эксперта, действительного человека, который обрадает очень серьезной экспертностью в рэпе, это автор канала Скилз. Перед этим был только паблик Скилз, мы очень давно фитовали. Если вы еще не знаете, что это за канал на ЮТ, то очень настоятельно вам советую ознакомиться. Вот без шуток говорю, если бы я был в несколько раз усидчивее, умнее и организованнее, я бы делал ролики как Скилз. С точки зрения звука опять все охеренно, может быть даже еще лучше стало, но концептуально, вот именно идейно, оно как-то немного подустарело и уже не особо прикалывалось. Но вот устарело или как будто выросло не в ту сторону? Просто если мы просто вот до этого созвона мы тоже обсуждали всю эту историю, и ты как раз говорил, что там в начале были и панчи, и читочка, и это звучало на уровень выше всего остального рэпа. Я вот помня себя, которому нравились те Сидерэм, я не могу сказать, что меня поражал именно уровень относительно остального рэпа. Мне скорее это нравилось именно как концепт. Ну знаешь, как Грамштайн нравится, как группа, которая, ну символ, символизирует завод, слепнот, группа полная там сумасшедших психов, и очень много ярких команд, которые тоже, ну каким-то образом там костюмированы или дополняют себя еще именно вот такой вот как бы сценической вещью, вот Сидерэм просто встали в ряд со всеми ними остальными. То есть как раз таки из-за абсурдности вот этих тем, там какие-нибудь охуенные совершенно треки, типа Апокалипсис, что-то, блядь, Абортик в сугроб и вот всякая вот такая тема, это слушалось охеренно именно за счет того, насколько это грязная херня, и что они, поставив себя именно в такую позицию, да, когда они в таком образе, они могут нарифмовывать абсолютно, ну какую-то совершенную дичь, и как раз таки за счет этого оно и работает. И это сохранялось вплоть до Мочевилса, но потом, нет, более того, и это сохранялось как бы до самого конца и до сих пор отчасти сохраняется даже в новом релизе Сида, но потом они начали встраивать очень много вещей, которые как бы просто для стиля. И таким образом Сидерэм как бы обобыкновенились, и мне кажется в этом основная беда вот нового релиза Сида, что мне, например, не запомнился и не понравился ни один припев. То есть именно я вот его, я перед этой съемкой его специально переслушал, потому что я нихрена вообще не помню, что там было, хотя я слушал, ну раз пять, наверное, этот альбом целиком, до сих пор могу вспомнить только каскадер, который меня, ну, бесит реально, я не знаю почему, это вкусовщина, конечно, но, блядь, это каскадеры, каски, отдер, ну хз, это даже не Бэт Барса, ты, ну именно хз, блядь. С точки зрения того, что ты говоришь, как будто бы стало там меньше прикола, и в этом проблема, по-моему, наоборот, вот именно этот прикол, он сейчас работает, как, знаешь, шутка, типа повторенная три раза, то есть он ушел на несколько лет, вернулся и продолжил те же хери, типа там твоего батю ебут в кишку, и я такой, бля, мэн, ну снова это уже не работает, поэтому, по-моему, в этом проблема. Ну, то есть, если бы этот альбом целиком состоял, там, из вот подобных штук, и, условно, там, в припевах было что-нибудь такое же, там, какой-нибудь термоядерный понос, термоядерный понос, тебе бы это не больше понравилось. Мне бы точно больше, но я уверен, что если бы был трек термоядерный понос, термоядерный понос, я бы реально, ну, это бы хотя бы оставалось в голове, это ты идешь, и оно у тебя вспомнилось, и ты ловишься на том, что у тебя в голове вечный термоядерный понос, Ну это фишка, которую, короче, упустили, я очень грущу, хочу в параллельную вселенную продюсировать сидоремы, именно докручивать, да, еще больше, выкручивать градус абсурдистики вот этой штуки, и мне кажется в этом, ну не знаю, может это реально какие-то мои, блядь, нереализованные амбиции, но мне кажется, эту тему можно было дальше и дальше и дальше крутить именно в эту сторону, начать снимать клипы не а-ля, у них там был Рамсинг, который, ну, такой, ну, это ближе, опять же, к обычному рэперскому. Вот, а можно было именно в какой-то, ну, типа, больше абсурд уйти, там, делать какие-нибудь психоанимации и все такое, ну, а-ля токсин, токсин охуенно завирусился именно из-за того, что он, ну, соответственно, пизданутый. Ну, понимаешь, вот ты привел в пример, там, Слепнот, например, тех же Рамштайн, вот это интересно, я над этим не думал, то, что им получается, у них получается вот этот образ и вот этот прикол пронести сквозь года и сохранить его актуальным. У них, мне кажется, у Сида и Рэма именно была проблема, что прикол немного перестал быть актуальным с годами. И вот я не знаю, как бы им удалось сделать так, чтобы все те же шутки, они звучали так же смешно и так же, типа, оригинально. Ну, вот как делают там каждый раз Гост и другие вот такие костюмированные группы, они берут, обновляют свои костюмы, добавляют фишек в звучание, там, кого-нибудь, это, приглашают, чтобы это разнообразить, это должно, ну, там, немного настояться в исполнителе, понятно, что это все работает только если ему интересно, вот, и после этого получается продукт. Ну, это мы отчасти такое, это, делим ушедший поезд и то, что исполнителям на самом деле неинтересно, вот, этот сам Рамирес, он, я так понимаю, очень отзывчивый чувак и много кому отвечает на какие-то разборы и высказывания о его творчестве. И он в свое время, я там был вообще просто микроскопическим еще блогером, у меня, не знаю, ну, тысяч 30 подписчиков было, может, типа того, вот, и он мне написал после того, как я обозревал его альбом вроде Магнитюд, вот. Вот, и как раз-таки мы с ним попереписывались, там неловко закончилось, потому что я его там куда-то позвал что-то коллапнуть, фитануть, вот, он после этого перестал мне отвечать, вот, потому что я был слишком маленьким блогером, вот, ну, и хотя сейчас ему, наверное, тоже неинтересно было. Короче говоря, он как раз там тоже говорил всю эту тему про то, что неинтересно быть вот таким вот фриком, ну, и могу понять, типа, это от первого лица, действительно. Ну, с технической точки зрения, да, я слушал альбом, в нем появилось, наоборот, много, типа, новых фишек, не то, чтобы они прям какие-то революционные, но с точки зрения вокала, там, он вырос, это чувствуется, с точки зрения музыки тоже. Есть ли ощущение какой-то неоригинальности, какого-то закоса под кого-то? Местами под Гастмейна, но не более того, у меня, по крайней мере, вот, вот все вот эти вот моменты, они вот... Того чувака, которого я сейчас скидывал, я не помню, как его зовут, Лил, Лил Дарки, по-моему, но это не я нашел, это мне скинули, я послушал, в принципе, да, очень похоже. Когда исполнители кем-то вдохновляются, они делают это хуже, чем в оригинале. Там удивительно то, что это получилось, как бы, технически лучше, чем в оригинале, поэтому я не понял, как это сработало. Ну, вот и справедливо ли это в нашу эпоху постмодерна обвинять кого-то в том, что он спиздил и сделал лучшее? Здесь я это не берусь оценивать. Ну, с точки зрения того, что он там вдохновился стилем, это окей, вполне себе, просто я сравнил обложки, и у этих альбомов даже обложки одинаковые, поэтому я подумал, что это не то. В этом плане, да. А так, с точки зрения звучания, окей, все нормально. У меня тут как-то так получилось, что я сам не планировал это делать, но что-то все, кого я приглашаю, они ставят оценки тому, что прослушали. Вот, сколько бы ты из десяти поставил этому релизу? Ну, хочется, знаешь, типа, по скилзам рука тянется там типа к восьмерке, к девятке, но из-за того, что я ничего не запомнил, ну, не знаю, пять-шесть, типа. Ну, у меня тоже самое, шесть примерно, вот именно из-за того, что концептуально оно звучит устаревше, и не особо нового типа, но с точки зрения техники, опять же, там ничего нового, но в сравнении с общим уровнем какого-то там рэпа, музыки, ну, это, конечно, мощно, да. Проблема в том, что Сид вернулся таким же, как уходил, и это звучит так, как будто так и должно быть, но на самом деле, ну, как на самом деле, по-моему, Сид как раз-таки в самом конце, это вот уже такой сублимат интересного образа Сидоджи Дубашита из начала, и все-таки обычного русского рэпа, и оно вот поэтому такое ни бе-ни ме. Мне кажется, эти образы, что Сидоджи, что Рамиреса, можно было дальше накрутить, и раз чуваки обладают такими скиллзами и такими музыкальными возможностями, то добавить в это элементы вот этого психошоу, мне кажется, возможно было тысячей способов. У нас огромное количество талантливых и режиссеров, и постановщиков, и сценаристов, и, короче, вариантов куча, как подобным образом сделать, то есть, наоборот, отходить не то, что от рэпа, а вообще от людей, делать что-то запредельное, потому что сама по себе позиция, именно образы вот этих вот чуваков в масках, от которых не ожидаешь, что увидеть и услышать, мне кажется, сама позиция очень удобная, и от нее можно было интереснее плясать. Да, это такое сослагательное наклонение, типа, если бы до кабы, но, мне кажется, вполне себе это могло вырасти во что-то более интересное, и, возможно, еще вырастет. Потому что, если Сидоджи теперь не против быть Сидоджи, то, возможно, он сам как-то попробует переосмыслить этот образ, потому что, понятно, что нельзя никаким образом стоять на месте, и если теперь ему не хочется идти в противоположную сторону, то, может, он в это еще что-нибудь интересное выдаст. Это вообще, в принципе, что про Сида, что про Рэма, мне очень интересно за ними следить, и, допустим, там в контексте Семнашки, мне было интересно слушать их треки, потому что, как раз-таки, они классные игроки, за которыми интересно следить в хорошей партии, в интересном, заданном контексте. Потому что, ну, понимаете, исполнитель может раскрываться как бы самостоятельно, а может при помощи чего-то, там, разных проектов, конкурсов, других групп, объединений и так далее. И вот то, каким образом раскрываются Сиды Рэм поодиночку и самостоятельно, мне нравится не очень. Как только появляется какой-то интересный контекст, в котором они могут проявляться, мне суперски нравится. Вот, поэтому, возможно, чуваки выдумают для себя какой-то другой контекст, другой вот сеттинг, стартовую точку, и тогда это будет просто разрыв-разрывов всех вселенных. Вот, либо же появится какой-то для них контекст извне, и это также будет интересно. Ну, собственно, больше по этому релизу мне сказать, наверное, и нечего. Дальше у нас Петер Мартич и его альбом 23. Если вы не знаете, кто такой Петер Мартич, то вы точно знаете группу Пассаж. Он у них фронтмен-лидер-солист, и я не знаю, что вы слышали о Пассаже, для меня Пассаж — это обязательный атрибут модного прогрессивного московского тинейджера, ну, вот, примерно лет пять назад. Это было прям повсюду. Пассаж был вот просто верхом именно такой стильной современной музыки. И если вы еще более прошаренные, вы, возможно, слышали про недавнюю историю, как Петра Мартича закэнселили. Собственно, это классическая история про современный кэнселинг. Есть обвиняющая сторона, которой активно верят, она накидывает три тонны обвинений, а пруфов не очень много. В ответ прилетает обратное количество опровержений, тоже обвинений, тоже не особо много пруфов. В итоге у нас есть как бы две стороны, которые посрались, но одна из них жертва, а другую взяли и вот этим современным судом линча и социальных сетей повсюду отменили. На сторону девушки встала также группа сама Пассаж, также у Петра посыпался лейбл и еще очень много херни пошло у него под откос в жизни. После всех этих событий он взял и уехал к себе на малую родину, в Сербию. Как раз таки 23, это так называется его район. Блок. Именно в смысле самого скандала я не хочу высказывать оценочных суждений, потому что, ну, не должно так ничего решаться, да? Мы все еще люди в интернете, которые про всю ситуацию прочитали несколько статей и очень сильно повлияли на ситуацию своими лайками и репостами. И я считаю, что братья начинать копаться вот во всей этой ситуации, это поддерживать культуру отмены, чего я делать точно не хочу. Да и к тому же, даже при условии, что все, что про Петра написано, это правда, да? При условии, что он такой вот плохой чувак, вот по-настоящему херовый чел, да? Но это же рэп-альбом. Портит ли рэп-альбом то, что его написал херовый чел? Да мне кажется, в случае с рэп-альбомом, если его написал серийный убийца, это наоборот делает релиз только интересней. То есть, опять же, вам-то с ним детей не крестить, вы сюда музыку пришли послушать. То есть, ладно, Майкл Джексон со своими там, ну, понятно, с его настроением песен, его обвинения, они все-таки конфликтуют. То есть, можно понять диссонанс создающейся у слушателя. В случае с рэпом, да нет. Мне кажется, если, в принципе, большим людям в тюрьме будут давать возможность записывать рэп-альбомы, то у нас, возможно, появится огромное количество крутого материала, и главное, очень трушного и основанного на реальных событиях. И для обсуждения этого релиза я позвал человека, который очень много рэпа слышал и очень много рэпа судил. Это Федя Букер, вы его можете знать как батл-рэпера, как рэпера, как музыканта, теперь еще и как стримера. В общем, тоже весьма компетентный в рэпе человек. Сейчас, по причинам очень наших занятых графиков, двух очень популярных людей, мы с Федя Букером смогли созвониться только вот в час ночи. И именно, блядь, в этот час ночи вышел новый сингл Мартича с будущего альбома, поэтому его мы тоже немного захватим. Сначала, чё по поводу альбома 23? Мне, честно, понравилось пиздец, я люблю сам по себе олдскульный хопчик, меня купил, нахуй, этот звук, и еще много чё-чё я здесь обсуждаю. Чё ты? Смотри, я тебе скажу сразу, я просто открою себе список треков, чтобы по ним пройтись, так что... Вот. Короче, суть в чем, у меня тут все разделилось на два мнения, но это два мнения относительно концептуального альбома целиком. Если мы говорим конкретно про звук, все очень классно, очень приятные олдскульные петоночки, какой-то там басочек играет, какие-то, блядь, саксы там, дудки, скретчи, все круто, все прям в традиции, оказалось, что у Петра Мартича есть флоу, я не знал об этом, но он, в смысле, нормально наваливает, он даже, типа, ритмует, прикольно как-то там. Ну, это, скорее, более применимо к его новому синглу, потому что на, вот, именно альбоме, на Юпишке 23, там есть тоже, там, типа, обед, цвет, минет, вот такого тоже присутствует, но в целом Петр умеет наваливать по звучанию все очень органично и круто, то есть к этому претензий нет. У меня есть единственная мысль по поводу самого концептуального наполнения релизов. Тут есть два момента. Это либо альбом-реакция, ну, это епишка, ну, давайте говорить, альбом просто так проще будет для терминологии, это либо релиз, ну, или релиз. Это либо релиз-реакция на события, которые с ним произошли, либо релиз-оторванный, релиз-мероощущение. Тут есть два момента. Если это релиз-реакция, о чем говорят трек новой искренности, трек сериала, да, который в новой искренности, он там 10 журналистов, ну, не 10, но так, что, мол, вот, вы, как бы, вам нужна однозначность, вам нужны просто заголовки, вам просто нужен трафик, конверсия, да, и в треке сериала он там, как бы, высказывается, что вот, плохам желаем всего хорошего, да, идите нахуй, респект, да. Если это релиз-реакция, то я считаю, что это недостаточно сильно, потому что надо было тогда таких пять треков, как трек сериалов, то есть реально, потому что я не понимаю, почему человек читает про то, как у него все хорошо, он по кайфу гуляет и так далее, когда с ним произошел такой несправедливый, на мой взгляд, это мое личное мнение, абсолютно несправедливый, и при этом такой сильный слом и поворот в его жизни, то есть это выглядит скорее не как реакция до проблемы, а как замалчивание проблем в трех треках из пяти. Или как самотерапия, альбом-терапия. Может быть, ну там-то какая терапия, там реально же это просто вот жизнеописание, то есть ты такой, прикинь, у тебя реально от тебя отвернулись друзья, у тебя развалился лейбл, развалилась группа, ты такой, я поел бананы, пошел погулянул, а потом в следующем треке ты выдаешь реакцию на эти события, то есть мне вот это немножко непонятно, но это мой взгляд. Ну так прикинь, это почему альбом называется 23, потому что блок 23, это то самое место в Сербии, в котором он типа жил и вырос, это у него а-ля место силы, и он после всех этих пиздецких событий, как говорится, на щите, а не со щитом, вернулся к себе на родину малую, вот, и там именно как раз проживает это, и он, несмотря на то, что, короче, вот трек на балконе абсолютно туда же, да, он как раз вот эту вот ебаную жизнь, он отказывается ее жить ебанно, и в этом, собственно, и есть вся эта хуйня про поел бананы, тыры-пыры, ля-ля-ля. Ну, видишь, если это манифестация того, что он, несмотря на все трудности, живет в кайф, то она лично для меня слабоватая, потому что, ну, это просто для меня это голое жизнеописание, мне хотелось бы каких-то, типа, более сильной рефлексии, более сильной рефлексии какой-то, чтобы человек даже свой какой-то быт, мне кажется, может осмыслять более глубоко, да, и себя более глубоко, что он, кстати, делает в треке «Меня зовут Петер», об этом чуть попозже. Так мысль какая? Если это альбом-релиз-реакция, то, мне кажется, недостаточно сильно, но если это релиз-состояние, релиз-лайфстайл, то супер-классно вообще, типа, мне прям супер с кайфом, но тогда непонятно, зачем он тащит вот эти призраки прошлого в свой лайфстайл, который так супер по кайфу, если он так приятно гуляет, делает заметки, ну, то есть, представь себе, человек круто гуляет по блоку 23, я был в Сербии, Сербия, Белград вообще святое место абсолютно, типа, великолепно, я, если куда-то перееду, то только в Сербию, реально, я вот действительно это сейчас говорю. Вот, и ты гуляешь, кайфуешь, типа, у тебя все заебись, все круто, все прекрасно, ты садишься на лавочку, пишешь заметки, и в заметках пишешь, как ты ненавидишь, блядь, журналистов, передаешь заметки, как мы говорим, что друзья... Да, 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 ну ты вот как чувак, который писал альбом, и не можешь это представить, что буквально, если взять и зафиксировать твой месяц, условно, да, то ты вот в один день будешь, там, я сегодня чесал яйца классно, играл в Mortal Kombat, а на следующий день ты такой, пидорасы вот эти люди, несправедливость, несправедливая, ну и так далее. Это вот буквально его, как бы, выкладка сознания. Не, ну, может быть, это мое какое-то ощущение, но я отлично пишу альбомы, либо не только пишу яйца, либо про них, например, в релизе, я говорю просто как человек, который просто слушает рэп, просто слушает Петра Маркича, но если убрать мое именно мнение по поводу, ну, вот эти какие-то концептуальные вопросы и так далее, то есть, то, если остается, где в сухом остатке, остается действительно классный инди-хип-хоп релиз, то есть, типа, нормально, басок басит, скрэнчат скрэнчатся, флоу флоу, вопрос по поводу содержания, это уже, на самом деле, как вы выяснили, как новый рэп нам сейчас постулирует, для рэпа, для хип-хопа, это вопрос вторичный. Вот, поэтому это уже на совести каждого, с точки зрения звука, с точки зрения каждого... Не, ну, погоди, погоди, ты это, раздаешь оценку с точки зрения современного рэпа, давай еще оценку с точки зрения, ну, Букер де Фредо, да? А ты как считаешь? Феди Букера, меня зовут Феди Букера, только Феди Букера. Хорошо, с точки зрения Феди Букера. Я бы поставил, типа, три с половиной из пяти, исключительно из того, что мне получается, вот в моей оценке, мне получается, с точки зрения смысла не хватило какой-то целостности, то есть, я бы включил, я бы не включил этот релиз, чтобы почувствовать вот этот вайп, лайфстайл и кайф, потому что я не очень люблю такую музыку, то есть, типа, это не мое прям совсем, но я бы включил две песни из него, когда бы хотел почувствовать вот это вот желание противостоять, да, и какое-то желание поязвить, вот это со мной резонирует больше, но при этом я говорю по звуку, по атмосфере, по сведению, по инструменталам, все круто, поэтому, ну, для меня три с половиной из пяти. Окей, ну, это как бы семь из десяти. Ну, да, семь с половиной даже. Семь с половиной, вот, вот, да, я бы восьмерочку скорее поставил. Интересно, что за всеми остальными обстоятельствами я не прокомментировал такого слона в комнате, как то, что он вообще-то начал читать рэп, то есть, все это время он исполнял совершенно другую музыку, но я вот пока готовился к этому видосу, я читал в разных изданиях, что, мол, у Мартича до этого были разные эксперименты, и как бы настоящие фанаты его творчества знали, что к рэпу он неровно дышит, и так или иначе к этому много чего шло, но также интересно, что он готовил целый здоровенный альбом Рыбчины, но его в свете произошедших событий он отложил на потом, и взял, и чисто за раз выдал вот этот самый альбом 23. И это, по-моему, супер-пупер-гипер-класс, потому что это вот та самая искренность в музыке, которая стоит свеч. Чаще всего искренность в музыке приходится слышать про всякие довольно ебаные вещи, то есть, типа, это написано безинтересно и безидейно, и там очередная, условно, песня про любовь и расставание, зато искреннее. Здесь не так. Здесь чувак описывает то, как он переживает свой тяжелый период, приехав для этого на свою малую родину, в свое место силы. И он описывает как просто там свой блог и свой лайфстайл, так и переживания по поводу ситуации. И при том, что местами это, ну, довольно примитивно там и по рифме, и по стилю, это все равно очень органично само в себе. Видимо, все-таки действительно было очень много предпосылок у Мартича для того, чтобы рэпом заняться, потому что вот эту вот алдуху он чувствует, ну, прям отлично. Мне этот релиз, вот от начала до конца несколько раз, было слушать гораздо приятнее, чем вот все, что я за последнее время слышал в русском рэпе. И вот песня «Новая искренность» как раз-таки яркий пример того, насколько Мартич понимает, что делает. Хочется прям целый куплет дать. «Я отказываюсь быть в созависимых отношениях с российской журналистикой, давать вам то, что быстренько выстрелит. Хватит смотреть пристально, лишь когда нужны заголовки мясистые. В выборе быть на слуху или быть собой, я выберу быть собой. Ничто и никогда не будет независимым, пока все хотят быть пушистыми, пока все хотят, чтобы их руки были чистыми, пока это норма, что чужая боль способ раздобыть по себе побольше поблизити. Ничто и никогда не будет свободным во главе с моралистами, решающими, кто вправе, а кто нет, высказаться. Всем насрать на истину, если она пятнистая. Проще что-то высмеять, проще читать с листика, проще верить статистике, быть статистикой. Я отказываюсь быть разменной монетой в ваших корыстных высерах, в ваших попытках разобраться, как работает новая искренность. Я отказываюсь быть вашим выходом в куче действительной несправедливости. Иду по Новинскому, потом по Причистинке к дому Кандинского. И там дальше буду с улыбкой вас освистывать. Ну он валит! Ну он же прям валит, прям херачит! Я здесь постоянно доебываюсь и до рифмы, и до строений, и до примитивных строчек. Но здесь, ну не хочется же ни до чего доебаться. То есть настолько четко выстроено просто повествование, притом это социальный рэп, да? Это вот то поле, на которое, ну, большая часть людей в него вступает, и получается какой-то пиздец. То есть единицы именно примеров, когда подобные музыкальные высказывания получаются чем-то годным и осмысленным, а не как у Татьяны Космос. Нет, значит нет! Нет, стоп, значит стоп! И вот новый сингл, как раз это с того самого альбома, который он и готовил. И здесь именно рэп в типичном, классическом, крутейшем, алдушном проявлении. И вот я очень часто говорю, что не верю рэперам. Посмотрите, что нас встречает здесь. Меня зовут Петер, я даже не рэпер, но в школе твой любимый рэпер слушал мои треки. Даже не битмейкер, но тебя качает. Выгляжу как скейтер, хотя живу без мамы. Взгляни в мои карманы, там максимум на месяц. Хотя на Китай-городе все знают мои песни. Тебя это бесит, потому что ты хейтер. Но вообще я милый парень, пацаны не бейте. Ебать! То есть понимаете, можно флексить тем, что у тебя реально есть. То есть вот дело не в количестве панчей, не в качестве рифма в личности, что за ними. Круто нарифмованная, там круто сделана, супер современно расхераченная тема, очередная про пушки, стволы и очередную тему, полностью заимствованную у западных рэперов, просто переведенную на наш манер. Вот это мне совершенно неинтересно. А тут чувак читает простую олдуху, но она реальна. Это в смысле настоящий рэп с точки зрения того, как он и кем произведен. То есть это репрезент живого человека про реальные вещи. И не знаю, может я как-то слишком этим впечатляюсь, но меня это очень подкупает. А по поводу сингла, который вышел вот он, мне кажется, гораздо покруче. Потому что вот там, типа, второй куплет. Мне не очень понравился второй куплет, в том плане, что там под конец веет какой-то затянутостью. Как будто уже вот есть такое, у рэперов особенно, я не знаю, у остальных музыкантов, есть проблемы всегда со вторыми куплетами. Думаю, у всех вообще. Ну, привет, куплет, и такой, блядь, еще надо что-то, еще что-то нужно сказать. В этом плане позже храни Моргенстерна, спасибо за песню по полторы минуты, вообще разъем. Короче, вот, но первый куплет супер, чувак, флоу есть, панчлайны есть, двойные ритмы есть. Это старый добрый хип-хоп, вот как он есть. Чувак заходит, причем, чел вообще не рэпер, и прям наваливает, я такой. Да, да, и он, блядь, пончует, но это натурально, панчлайны. И, блядь, хотел сказать про предыдущий даже, то есть, сейчас я до этого трека тоже дойду, на треке с шоком, ну кто лучше зачитал рэп? Ну, я, может, типа, недостаточно разбираюсь, но, по-моему, Мартич на треке с шоком лучше зачитал. Ну, то есть, ну... Я с тобой не согласен, я считаю, что шок лучше зачитал, потому что у него все равно я чувствую там больше душевного надрыва. То есть, у Димы, у него, я считаю, что у него реально есть своя вот эта микровселенная, в рамках которой он существует. И если быть знакомым с остальным творчеством Димы, то там он чувствуется, его настроение чувствуется гораздо лучше. То есть, он такой, я там, блядь, еду гулять под марками или в Берлинсе, и пусть вообще вовру мне заебись. Вот это со мной, может быть, резонирует больше, чем, как бы, кусок бедра. Ну, это мое мнение, Катя. Но, я, в сингле, все прям, это прям, вот, настоящий олдскульный хип-хоп, как он есть. Удивительно, что это делает человек, который рэп до этого, насколько я знаю, может, я что-то не знаю, но который для меня рэпером не был, и это прям респектус. Ну, типа, вполне. То есть, особенно круто, что этот трек манифестация самого себя. Да, репрезент. Меня зовут вот так вот, и просто... Вот, классно! Это классический рэперский жанр репрезента. Он там банчует, он там рифмует, и его выебоны настолько увесистые. Ваши рэперы знают мои треки, все на Китай-городе знают мои треки, реально все на Китай-городе знают его треки. Ну, то есть, это факт. Это охуенно! С другой стороны, я недавно видел, как на Китай-городе чувак под мефедроном в юбке на полной скорости с разбегом ебался в остановку. И он знает треки Мартича. Этот чувак стопудово знает треки Мартича. И это самый увесистый въебон, который я вообще слышал за последнее время. Там, на самом деле, реально чувствуется, что чувак, он очень на своем месте. То есть, в хип-хопе, особенно в олдскульном, он и сейчас, типа, проскакивает. Но вот раньше, это прям очень любили образ гориллы. Вот именно обезьяны, как дядя Джай говорит, что он горилла-рэп. То есть, реально, прям такой... Биг-бой, ты чисто идешь бам-бам. Вот в петре эта энергетика чувствуется. Она сингль. И это охуенно, короче говоря, охуенный сингл Мартича, это, опять же... Да, сингл заебись. Сингл заебись. Вот сингл реально на 8,5, на 9, я прям. Ну, я еще раз послушаю, что буду. Абсолютно точно добавил Spotify, что редко случается с русскими артистами. Вот, собственно, не знаю деживуль до обзора полного, основного альбома, но будет в закрытом паблике, вот, в принципе. Подписывайтесь на Patreon, Сена, подписывайтесь. Хули сидите, не сидите. А у тебя есть Patreon? Не, я связал. Приходите на мои стримы, донатьте. Приходите на стримы Букера, донатьте Букеру. И не только, слушайте главную мою музыку на стримы, похуй, можете не приходить. Главную музыку слушать. Вот такие вот неоднозначные интересные релизы сегодня. Если вы со мной не согласны, или у вас просто какие-то еще мысли, пишите их в комментах, помогите мне статистикой, это очень приятно. Еще мне очень приятно, когда люди подписываются на мой Patreon и поддерживают меня 5 баксами каждый месяц, за что получают доступ в закрытый паблик с огромным архивом музыки, нища и всего остального. Я проговариваю эти вещи уже как тины Кандалаки, потому что уже очень привык. А еще к тому, к чему невозможно привыкнуть, так это к тому, что я неправильно склоняю слова. Думали, крик будет? А не... Ну ладно, будет, пишу, пишу. Будет крик. Вот сейчас. А! Да, я читаю, короче, положусь этот ебаный рэп, и в итоге нихуя ни к чему это не приводит. И те старые идолы, они быстро стираются, и это все опять же ни к чему не приводит. И это говно, поэтому, пацаны, не верьте никому, верьте просто чистым душам. Не верьте ни рэпу, ни любым иным пропагандам образа жизни. Верьте себе и верьте... Короче, адекватный здравосмысл, блин, мы же. Блин, вы же. За это пью, пау.